привет всем я приступаю шить пальто внучки из такой двусторонней стеганой ткани выбрала такую выкройку но мы вместе выбрали я предложила она согласилась вот это четвертый номер 2000 года простой фасон я уложила спинку в разворот краю так как ткани очень объемная строчка на синтепоне вот с этой стороны вот такая она я как-то в начале декабря делала распаковку и показывала эту ткань ну в общем буду раскраивать в разворот все детали в одну сторону от я положила и ничего не буду рисовать потому что ничего не видно карандашом цветным я не хочу а здесь намечу серединку и внизу серединку но у меня она проходит вот по этой не идеально выстречено по ромбу но где-то так я выкроила половинку в эту сейчас буду переворачивать в обратную сторону припуск у меня один сантиметр вот мне больше не надо срезы будут окантованы я уложила выкройку в обратную сторону это здесь мнимый мнимая середина спинки там у меня у горловины надсечка где центр и по низу тоже надсечка маленькая где центр вырезаем спинку раскроила так же самое раскрою и полочку только спинка идет целая деталь а там будет застежка на полочке и заход ну а рукава лево право буду раскраивать полочкой раскроила теперь приступаю к раскрою рукава но здесь у меня вот такая проблема когда я получила ткань а заказывала я по интернету я уже заметила даже после распаковки я им позвонила магазин они мне предложили чтобы я им прислала обратно взамен и у них не было они посмотрели на складе сказали что там и есть как бы эта ткань но она точно также с таким браком и еще там в ряд 1 девушка позвонила что у нее тоже брак ну в общем сдавать не совсем не хотелось мне очень нравится ткань мне очень нравится цвет поэтому я сказала что я оставлю а они мне скидку сделали вернули часть денег на карту ну и теперь я буду что-то предпринимать я попробовала эти нитки удалить вот там край вот этот видите уже она была до самого конца до кромки я убирала нитки если где-то будет провал подыщу нитки в тон у меня не так много и прострочу ну в общем пока я решила выкроить рукава чтобы не полностью эту полосу избавлять от брака а ту часть которая входит в рукав вот сейчас раскрою а потом тут буду ковырять выковыривать этого шпульки вот петляла нитка по этой стороне нету вообще-то это лицевая сторона вот это светлая а это изнанка как бы но она двусторонняя и поэтому она была сложена вот этой стороной и они не заметили вообще ничего нету с этой стороны а на этой стороне вот такая ситуация в общем будем выходить из нее раскрой закончен первое что я буду делать это карманы карманы как бы накладные но врезная листочка на кармане вот надо и оформить вот я листочку заготовила это отделочная плащука такая не стёганая в один цвет с изделием и вторую деталь заготовила и буду сейчас к этой стороне буду пришивать листочку к этой вот эту деталь этот один карман у меня уже сделан вот такой он будет накладным здесь мешковины у меня не будет потому что накладывается будет на нет я еще буду обрабатывать вот такое однотонной тканью по трем сторонам сложно заключается в том что нельзя приутюжить ничего если приутюжить то сразу вот это пышечки уходит плоскими становятся но в общем совсем не так выглядит здесь вот я козликом сделала можно было бы подогнуть но не хочется здесь и так очень уже плотная толстая в листочке я использовала вот утеплитель slim tex самый тонкий потому что если без ничего это но форма не будет но в общем здесь у меня поперек поперек и вдоль будет еще строчка поэтому эту сторону еще буду срезать здесь эту сторону я так вот закрепила но там будет строчка ну и приступаем разметить хорошенечко надо вот чтобы попасть вот этой линии намеченной по этой линии прострочить а то в этой линии строго должно быть здесь не видно но вот миллиметр в миллиметр еще одна проблема нельзя закалывать булавками где придется а только на невидимой части иначе дырочки видны ну в общем усложняет немного проблему но мы из нее выйдем достойно приколола листочку буду строчить по листочки но должна попасть на эту линию отметила конец и начало точечками строчки ну а булавка заколола по линии где будет строчка с первого раза точно было прострочено правда здесь в этом углу на один стежок как-то я отметила под углом наверное булавкой получилось длиннее но пусть один стежок будет это небольшая погрешность я высекла прокладку из утеплителя и приколола вторую деталь кармана прорезав карман здесь у меня ручка соскочила так наметила конец начала строчки вот они у меня закреплены точь-точь так с изнанки я закрепила листочку ну а теперь заправлю туда уголочки с двух сторон прострочу и буду выкраивать на все нам весь периметр этот подкладочку прежде чем выкроить подкладку я укреплю строчки подыскала нитки как будто бы подходит вот где тут уже простречила несколько попробовала дни как будто бы темнее вот это вот строчка в строчку бой ничего не показывает этот ну один в один здесь на уголочки если не будет видно потому что здесь уже вот распускается но заодно и на деталях на полочке на спинке и на рукавах по укрепляю это надо спрятать нитку потому что изнанки нету здесь я на карманах вот завязывала на изнанке а там на тех деталях изнанки нету и там и там лицо поэтому буду заправлять нитки в общем это займет очень много времени но что делать надо карманы готовы я с той стороны пришила подкладку и закрепила еще уголки а то вырывается вот внуку через год пришлось закреплять поэтому чтобы было надежно потому что если только с изнанки ли строчкой постоянно пользуются карманами и вырываются белой ниткой здесь сделала чтобы на всякий случай если вытянет машина на лицо коричневую нитку ну и здесь соответственно теперь мне надо наметить место кармана тогда когда раскраивала было бесполезно так как все линии этим водорастворимым карандашом уходят рисовать мыльцем вообще ничего не видно но в общем сейчас я намечу и буду делать прорезной карман на белой стороне чтобы он попал в область покрытия накладным карманом проверяю вот я здесь мазнула и здесь мазнула здесь ну как бы слегка след остался но его практически не видно я думаю что он когда высохнет будет хорошо не видно наметила накладной карман и прорезной накладной карман только по этой стороне намечен там нету стежков а прорезной вот там видны сейчас тоже самое проделаю и на другой полочке это у меня идет левая значит на правой оба кармана намечены ну теперь буду прорезной карман делать уже по белой стороне будет листочка ну здесь на коричневый накладной а по белой будет прорезная листочка вот я уже в одном кармане вот эта листочка будет разделять не листочка а типа мешковина подкладка будет разделять два кармана на прорезном кармане вот это будет как мешковина ну и сам сама полочка там я мешковины не буду пришивать заготавливая листочки одно уже готова вот вторая на подходе снова я использовала утеплитель слим текс вот намечена здесь длина листочки или ширина как не знаю правильнее сейчас я срежу припуски слим текса по краям выверну и то же самое операцию проделаю так закреплю булавками это невидимая часть не будет видно прокола вот наметила ширину листочки по которой я буду по этой линии я буду строчить прострочены обе листочки прострочила я две обтачки но на двух карманах скажу вам это не очень просто прострочить на нестабильной такой поверхности ну и конечно длина строчки там на один где-то миллиметра но на один стежок короче с одной и с другой стороны что можно было перекрыть вот когда я буду укреплять листочку наверно поперек здесь прострочу разрезаю между строчками не повреждая ни листочку не обтачку и не доходя до конца строчек на полтора сантиметра делаю насечки да надо вынуть эту нитку прокладочную и вот так получается листочка накладная там буду сейчас смотреть с изнанки как я буду крепить вот это все возможно я вот так перекрою так здесь вручную здесь вот срежу одну или две стороны изопрежью ну вот видите что в область накладного кармана этот карман попал вот так он будет лежать вот закрывать здесь карман к боку идет шире а сюда к середине идет уже я вот сейчас думаю надо было делать листочку друг немного шире что-то она очень узкая ну так сделала как по журналу надо было сантиметра два делать здесь я сделала два с половиной второй конец оттачки я так подогнула и прострочила вот она как получается а часть листочки то свободная я здесь конечно настрочу поперек а часть листочки вот она сюда оно как раз перекрывает тут я здесь закреплю вручную получается карман дырка карман дырка но не дырка вот уже я настрочила на эту часть накладной карман здесь у меня нитки надо посрезать а здесь вот у меня тут чисто я не попадаю в тот карман и с этой стороны этот карман точно так же я не попадаю в тот канал они два отдельных кармана здесь вот это не закреплено возможно я там прикреплю вручную но оно не будет отворачиваться вот там оно не пускает потому что по бокам закреплены ну в общем я очень рада тому что так у меня получилось и я так вот захотела сделать вот отлично просто замечательно друг другу не мешают и на обе стороны можно будет носить здесь по лицу прострочено но нормально сейчас я приступаю уже стачиванию всех боковых плечевых швов вот я рукава уже прострочила вот я пристрочила рукав будет и так с отворотами и один рука окантовала и решила окантовку пристрочить вот так будет залазила в руках вот до этого места я строчила потом отсюда ну в смысле отсюда залезла и продолжила вниз сейчас покажу как по белой стороне и вот так получается по белой стороне отлично мне очень нравится окантовка не будет торчать и так красивее в общем останутся только не пристроченные по линии застежки по низу и у меня будут разрезы по бокам а все остальное будет вот так настрочено прошло энное количество дней я уже дальше не снимала здесь уже была одна окантовка ну считала что здесь ничего такого нету сложного значит вот так вышло пальто на темную сторону воротник одинарный и на одну сторону идет коричневым на вторую белую на коричневую сторону белые пуговицы а с той стороны сейчас мы посмотрим мне очень радует меня радует то что два пальто но можно сказать что оно они получились ну на одну и на вторую сторону они получились абсолютно разные вот сейчас вы увидите когда я на ту сторону поверну ну здесь что можно сказать здесь по боку вот идут разрезы все окантовано как я и говорила по бокам у меня окантовка плоско настрочена пройма вот настрочена а так просто вот по низу рукавов окантовка по застежке окантовка петли сделанные навесные ну вот так я их сделала и сделала вот так чтобы они были не торчали вот так далеко а я специально их растянула чтобы чтобы у нас Настя очень любит носить одежду с длинными шарфами и расстегнутую даже когда холодно вот поэтому чтобы эти петли не так бросались в глаза и не так торчали если бы я их делала вот такими ну более вот стороны сводила вместе вот поэтому я их растянула чтобы они вот так лежали плоско их практически можно сказать и не видно вот если в расстегнутом состоянии петли и мало выделяются и смотрите теперь совсем другое пальто на эту сторону вот честно если человек не знает что это одно пальто он и не определит если будешь в разные дни одевать их по-разному но мне так кажется карманы автономно друг от друга с одного кармана в другой не попасть вот здесь ну я уже показывала вот настрочено так пуговицы мне не удалось именно в тон хотела я в тон в тон чтоб были но немного рыжее мне кажется не очень бросается в глаза ну и по боку вот там вот настрочен бок вот так настрочен бок плоско не торчит вот рука и сзади вот воротник я вточала окантовала срез но не настрачивала решила пусть так будет вот так пуговицы пришивала так чтоб на ту сторону нитки не выходили вот сюда например чтоб не видно их было вот двусторонняя ткань еще стеганая поэтому она не будет так приподниматься да будет нормально ну а теперь уже на внучке увидим не знаю когда она придет вот 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 тут Ну, ты довольная? Да. Ну, и на этом пока-пока от нас троих. Пока-пока. Шаня радуется. Шаня радуется. Хорош. По скриптум. Прошло какое-то время. Я вшила такой шоппер. Практически сумка. Внутри сумочка маленькая. На замочке. И сам шоппер на замочке. По просьбе Настиной она захотела такую. И еще хочу добавить, что я посмотрела видео, какое я сняла. И фотографии. И поняла, что не совсем мы правильно зафиксировали изделие на фигуре. Без аксессуаров. Голая шея. Как-то оно не смотрится. И я хотела переснять с ней. Вот уже когда сумка готова. Но, к сожалению, Настя заболела. И откладывается на какое-то время. буду выставлять то, что я сняла. Но еще приложу фотографии, какие прислала мне дочь. Она в этом пальто была и уже с аксессуарами. На нее тоже подходит. Ну, как все изделия, которые я шью, они носят и внучка, и дочь. Вот. А теперь уже могу сказать пока-пока. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова